Добрый день, друзья! Про двойные продажи знают практически все. Дольщики, пайщики, у всех одна беда. Собрали последние деньги, вложились в строительство, дождались, пока дом достроится, а в конце тут на! А у квартиры, оказывается, есть еще один хозяин. Ужас! И вот этот случай, когда беда не приходит одна. Друзья, в ближайшие 4 минуты мы расскажем вам о признаках нового вида мошенничества. Мы считаем, что такие случаи требуют незамедлительной огласки, чтобы создать механизм борьбы с таким видом преступления. Итак, поехали! Поморца Вадим Илеодорович, бизнесмен и крупный участник строительной компании, ТО «Астана Трансстрой». Данная компания на своем счету имеет десятки построенных объектов, например, как ЖК «Талтирек» или «Театральный». Причем оба скандальные. По неподтвержденной, но очевидной, на наш взгляд, информации, у поморцев есть еще одна компания, которая называется «Астрой Инженеринг». Именно данная компания покупает квартиру у «Астана Трансстрой» и сделку учиняет 18 мая 2018 года. Позже эта же компания продает эту же квартиру нашим доверителям ТО «Азия Норд». И сделка учиняется 23 мая 2018 года. Учитывая, что даты 18 мая и 23 мая близки, это дает нам возможность предположить, что поморцев на сделке говорит, мол, хотите квартиру? Пожалуйста, но заключим ее через мою компанию «Астрой Инженеринг». Без проблем. Но проходит год. Жилищный комплекс «Театральный» построили, а квартиру-то не отдают. Написали письмо в обе компании. Вот такой ответ. Мол, вы кто такие? Информацию третьим лицам не предоставляем. И это октябрь 2019 года. Ровно через полтора месяца, вместо того, чтобы все проверить и исполнить всю договоренность, поморцев заключает другую сделку 9 декабря 2019 года и продает данную квартиру гражданке Шадмановой Азизе Мимановне. Здесь в договоре подписи всех счастливых и поморцева, и «Астрой Инженеринг». Вот вам и поворот, ребята. Хотите мнение профессионалов? Пожалуйста. Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султан установлено, что ответчик ТО «Астрой Инженеринг» в данном случае совершил сделку по заключению ДОП-соглашения с намерением уклониться от исполнения обязательств и от ответственности перед третьим лицом, нашим доверителем Азия Норд. Как итог, суд постановил признать сделку с Шадмановой недействительной. Все правильно, друзья. Суд аннулировал сделку и пресек факт двойной продажи. Но факт обмана остался. И вот теперь мое мнение. Я знаком с нормативным постановлением Верховного Суда за номером 6 о судебной практике по делам о мошенничестве, где указано, что обман является способом совершения мошенничества и он возникает у виновного лица до или в момент заключения договора. А наличие умысла на хищение путем мошенничества при договорных обязательствах может свидетельствовать совокупность таких обстоятельств, как заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить принимаемые обязательства или заключение заведомо неисполнимых договоров. Ну а теперь, друзья, давайте все вместе порассуждаем в комментариях под этим видео, если в данном случае признаки нового вида мошенничества. Когда ты вроде заключаешь договор, но в голове держишь бич корости и заведомо знаешь, что ты никогда не собирался выполнять эти обязательства. Надувая людей, однажды придется сесть в тюрьму. Спекаешь? Ну и резюмируя данное видео, мы со своей стороны обратились в правоохранительные органы, теперь следственное управление департамента полиции надлежит провести расследование и дать надлежащую оценку всем участникам данной сделки. К этому вопросу мы еще вернемся, поэтому подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями. Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok